И мы продолжаем изучать Тору, и продолжаем изучать Экклезиаст Куэлит, не притча Цересолмана, Экклезиаст, это другая книга, притчи мы уже изучили, и сейчас изучаем Экклезиаст. Дошли мы уже до восьмой главы, у нас сегодня тридцать первый урок. Значит, в этом месте должна выйти с Божьей помощью книга, с комментариями на Экклезиаст. В общем, все, хорошо продвигаемся, восьмая глава. Да, меня попросили сегодня, был такой очень нелитерален, меня попросили, где-то вспоминал, думал, что я не успел делать для поднятия его души, для поднятия его души сейчас делать этот урок. Сейчас я скажу, как его звали. Звали его Йоэль А. Демимон Б. Давид. Я помню, когда он умер, был такой момент, я как раз был в городе, в Иерусалиме, и тут одна женщина начала рыдать так, что просто вообще вдруг она рыдает, кричит. Религиозная женщина такая, да? И вторая ее успокаивает. Успокаивает ее, говорит, не плачь, там все. Ну, такие израильтянки две такие, религиозные, в платках, все. Я думаю, что она рыдает? Люди вокруг собрались, думали, скорую может вызывать, потому что она очень сильно рыдала. И оказалось, что это потом умер вот этот раввин. То есть она была его ученица, последовательница. И она так рыдала, как будто бы там, я думаю, может, там муж, не дай бог, там листья кто-то. Нет, это был ее учитель, вот этот вот раввин. И мой товарищ, который проводил... В общем, есть у него было очень много людей, которые за ним были его учениками. И сегодня мы как раз вот на эту тему, она очень перекликается с нашим уроком сегодня, поэтому лилуй не шамах, и вот мы сегодня узнаем. Значит, смотрите, что получается. Получается так. Мы остановились на том, что сказал нам царь Самон следующую вещь. Он нам говорит так, что мы остановили вчера на том, что человек не властвует ни на днем своей смерти. Прямо вчера это написано, восьмой отрывок восьмой главы. Нет у него власти на днем своей смерти. Прямо вчера было. И этот раввин он умером достаточно молодой был. Ему было 65, может 64, вот что-то такое, между 60 и 70. И он был в идеальной форме. Вот здесь написано, что нету власти на днем смерти. И нету никакой Эд Мишлахат Бамилхама. Это значит, что когда идет война, ты вообще не можешь управлять этим, то, что происходит. Вот он прям пишет. В Эд Мишлахат, ты не можешь послать кого-то другого вместо себя, когда идет война, против Малахама, против отдела смерти. То есть никак. Итак, мы пытаемся контролировать свою жизнь, управлять своей жизнью, но глобальная контроль очень маленький. И он говорит так, что то время, мы вчера закончили, которое человек властвует над другим человеком, идет во зло ему. И во зло тому, над кем властвуют. И властителю, потому что властитель думает, что все, я залезу на власть. Вчера, кстати, вот еще с моим одним знакомым, хорошим приятелем мы разговаривали на тему власти. Я ему тоже, говорит, сказал свою позицию, и он, вот он, как бы принял ее. Что люди, которые борются за власть, они и долазят до вершины этой пирамиды, то, представляете, сколько он все время думает, как мне выиграть власть у других, как мне забрать власть у других. И они борются друг с другом. Представляете, насколько человек привыкает к борьбе за власть. То есть у него, его как бы, вот есть люди, которые, они все время думают про деньги. Есть люди, все время думают про здоровье. Есть люди, которые все время думают, почему им так плохо, да. То есть человек живет в привычных схемах мышления, которыми управляют его потребности. Почему, кстати, у людей с потребностями думают, что им плохо, они надеются, что их пожалеют. Я думаю, с детства они думают, что вот кто-нибудь меня пожалеет. И всю жизнь они потом пытаются манипулировать окружающими, вызывая жалость. Мне так плохо, пожалейте меня. А никто их не жалеет. Но они все равно привыкли жаловаться. Человек вооруживает от привычки. А люди власти, они борются за власть. Обычно в этой борьбе они и погибают. Потому что пока он лезет к власти, его сжирают другие, те, кто уже на вершине горы. Вот помните, был там Пригожин, а потом его об сожрали, потом был там еще кто-то. И все, кто борются за власть, они погибают чаще всего в этой борьбе. Но когда они долазят до власти, то они не останавливаются. И они продолжают держаться за эту власть, потому что это для них главная потребность. Всеми силами, так во всех странах происходит. И если они уже не видят внутри никакой опасности для себя. Вот Сталин, например, да, он три вырезал поколения, значит, те, кто могли бы... Три волны было репрессий, да, которые потенциально представляли для него какую-то опасность. Дальше у него была идея, мировая революция надо захватить. Там Гитлер, чтоб стерлось его имя. Он, когда уничтожил всех, которые могли бы ему помешать в Германии, он пошел войной на мир. То есть, в принципе, вот эти все цари там раньше и так далее, они сыновей своих убивали, родителей убивали, братьев убивали. Только власть. Захватил власть, что дальше будем делать? Пойдем на соседнего царя. Это то, что царь Самон здесь говорит нам, людям умным и тем, кто хотят понять, как мир работает. Он говорит, не лезьте туда, потому что все то время, когда человек властвует над другим человеком, идет во зло ему. То есть, тот, кто властвует, ему еще хуже. И поэтому он говорит, все, мы пришли в сегодняшний урок, 10 отрывок 8 главы. Это я дал краткое содержание предыдущего урока. УВХ, поэтому. Раин Тирешаим, он говорит, и вот я видел злодеев, которые были похоронены. И, значит, были эти злодеи похоронены. Сталин, Ленин, Гитлера Макшмова. Вообще непонятно, где он делся. Значит, видел я они, что все равно они все будут похоронены. Человек же вечной в этом мире не будет. Убал мимком Кадош, Ялху, Быш. То есть, и ушли они из места святого. И их выгнали. Да, то есть, они не попадают, так как они все время хотели властвовать над этим миром. То они в мир святости, в духовный мир, они не попадают. В Иштакху Баир Ашерке Насу. И они забываются в том городе, который они сделали. Гамзе Эвель. Все это Эвель. Все это пустота. Такой образ жизни пустота. Вот я специально набрал в GPT-чате. Говорю, какие цари пытались себя увековечить в вечности. И не справились. Так, давайте посмотрим. Вот он пишет мне, может, там пишет мне GPT-час. Амар-Напата, Египет. Фараон Эхнатон основал город Ахитонон, ныне там такое-то. Хотелся их заставить пополняться новому культу. Но город был покинут и разрушен. А его имя было стерто из египетской истории. Персиполь, может, вы помните Персия. Значит, город такой был Персиполь там. Дарий Первый начал строительство Персиполя как новой столицы в VI веке до н.э. Пока были Ахимедиды, они были. Но был захваченный сожжен Александром Мукдоном. И руины практически были забыты. Все, нету Персиполя. Аксу, Китай. Император Юан-Ди основал город Аксу в западных землях Китая в I веке н.э., чтобы закрепить контроль над великим шелковым путем. Со временем контроль над этим районом ослаб, и город пришел в упадок. Нету ни Юан-Ди, нету ни Аксу. Сизбиян, Мавритания. Римский император Андриан построил город Сизбиян в Северной Африке, чтобы укрепить свои позиции в этой области. Однако после смерти он потерял ценности и был разоброшен. Пальмира, Сирия. Там Царьград на Волге был такой город Царьград. Царьград, Булгар. В XIII веке хан Узбек основал город Булгар на Волге, чтобы сделать его столицей Золотой Орды. Но вскоре Золотая Орда ослабла, и город потерял значение, пока не был заброшен полностью. Ну и так далее, и так далее. То есть подтверждение тому, что Царь Соломон сказал 3000 лет. Все потенциальные властители, кто нас сейчас смотрят, если нас смотрят какие-то потенциальные властители, которые думают, может мне там увековечить себя, увековечить может мне себя в каком-то городе, там что-то построить. А пустота, Эвель, Па, ничего не получится. Дальше, одиннадцатый отрывок говорит нам Царь Соломон, следующий вариант. Ашер-эн-на-са-пидгам-ма-се-а-ра-ме-ра. Он говорит, смотрите, а почему же люди все-таки грешат? Почему люди пытаются, ищут какие-то смыслы, пытаются что-то там делать? Он говорит, почему? Ответ такой, одиннадцатый отрывок. Потому что не делается приказ царя, приказ Бога, то есть наказание за плохое, злое дело не делается быстро. Алькен, поэтому, Малэ левны адам, боемля сутра. Поэтому наполняются сердца людей делать зло. Люди не видят причинно-следственных связей, быстрых между злом и наказанием. Иначе, если бы было сразу, сделал зло, погиб, это было бы, не было бы свободы выбора. Люди бы просто из страха за жизнь не делали бы зло. Но сейчас, так как нету быстрой связи, человек даже пачку читает, курение вредит вашему здоровью. Если бы он знал точно, что он сейчас закурит и умрет, он бы не курил. Но он думает, ну, между тем, что я закурю, повредит, есть еще время. Может, не так сильно, может, я брошу. Ну, и он не видит ревых-следственных связей. То же самое за убийство, за грабеж, за изнасилование, за всякие вот такие штуки, нет сразу наказания. И он говорит, поэтому сердца людей наполняются желанием вот этим делать зло. Какой-то грешник делает много зла. Ему продлевается. И мы смотрим, вот грешник, вот делает зло. И долго он живет. Царь Самон говорит, ну, я-то знаю, еще лучше будет для тех, кто боится Бога. Ашер и Румелефанав, которые боятся перед Богом. То есть, он же к нам обращается и говорит, смотри, перед тобой есть выбор. Каждый человек хочет, чтобы ему было хорошо. Но он смотрит вокруг, каждый человек, и думает, а как мне сделать, чтобы мне было хорошо? Выбрать быстрое удовольствие, да, украл, выпил в тюрьму. А может, не в тюрьму, а может быть, или пойти на работу, заработать, и потом взять, пойти в спортзал и вообще не кушать. Ну, или кушать мало, да. То есть, какой путь выбрать? Где больше радости, где больше удовольствия? Сидеть, учить Тору или смотреть, там, мультики какие-нибудь или, там, ТикТок. Вроде ТикТок сразу кайфуешь, весело, интересно, но время проходит. Или вот этот Тору учить. А может, еще усложнить, может, наизусть учить, может, игритвы учить, может быть, как-то себя загрузить, вот в духовном плане, чтобы реально поработать над духовным своим развитием. Ну, это же преодолевать свою природу. То есть, человек все время взвешивает, да, осознанно, неосознанно, ищет, где получше, потеплее, повеселее и так далее. Теперь Царь Фоман говорит, смотри, да, действительно, есть это явление, что грешник иногда делает зло, и ему сразу, там, на него потолок не падает, человек сел не кошерно, нарушил субботу. Ну, не упал же на него потолок, да? Но он говорит, что из-за того, что Бог такой долготерпеливый даже грешникам, отсюда следует, что какая огромная награда будет для праведников, для тех, которые выполняют волю Всевышнего. То есть, если он, то есть, понимаете, какой вот логический, да? Если Бог не наказывает сразу грешника, то есть два варианта. Первый вариант, что за зло нет наказания. Второй вариант, что Бог настолько добрый, что ждет, пока грешник исправится. Если Бог настолько добрый, что ждет, пока грешник исправится, значит, какая же есть доброта за выполнение заповедей, за добрые дела. Намного, намного больше, значит, будет мера. Теперь дальше он пишет. В итоге, говорит, вот если вы проследите во времени, хорошо не будет злодеев, и он не продлит свои дни как тень, то есть пролетают дни жизни, годы жизни, вот он грешил, думал, что он самый блатной, самый там вообще, а потом оп, и нет ничего. Тот, кто не боится Бога и грешит, то рано или поздно Бог его настигнет, то есть есть болезни, есть другие злые люди, все плохие люди, они находятся под контролем, то есть за ними гоняются и по идее должны гоняться закон, те, кто поддерживает закон, да, вот мы видим, вот этот вот, был там например, вот, опедили, да, это, вот он делал какие-то действия, которые ужасные, запрещенные и которые расцениваются как зло, оп, его поймали, там будет сидеть в тюрьме, например, если вы скажете, а посмотрите в другом месте, там где-нибудь в беззаконной стране, человек делает это зло и он сам и есть закон, он как бы прокурор какой-нибудь или там судья или милиционер в каком-нибудь поселке и он там, ну, злодей такой, да, говорит царь Соломон, подожди, подожди, говорит, значит, точно тебе говорю, хорошо не будет злодеем и не продлит он дни свои, как тени, потому что не боялся он Бога, но, говорит, 14-й отрывок, 14-й отрывок он говорит так, но ешь, эвель, есть, эвель это пар, да, как мы знаем, что он начал, этлезиаст, с 2-го отрывок 1-й главы, что околь эвель эвелим, все пар паров, сказал Каэлит, околь эвел, эвель эвелим, околь эвел, все пар паров, все пар, то есть он ему сказал, что вот куда ты не посмотри, 7 раз там повторено слово пар, он сказал, куда ты не посмотри, как ты не крути, все вокруг это пар, что имеется ввиду пар, пар это необъективная реальность, пар это размышления, пар это мысли, пар это прошло событие, и оно превратилось в воспоминание, это тоже пар, пар это что-то такое, что где есть что-то физическое, да, в паре есть, вот эти испарения воды, молекулы, но оно все очень такое, подул и нету, и он дальше говорит, 14 отрывок, есть говорит пар, который сделался на земле, что есть праведник, праведники, во множественном числе, есть цадитим, ашер мадия анаемка, что приходит на них, кемаасэ решаим, как дело злодеев, в ешерешаим, есть злодеи, что приходит на них, как по делам праведника, о марте шигамзе эвэль, сказал я, что это тоже пар. Начал говорить, хорошо, если ты мне приведешь случай, вот да, действительно были праведники, во время катастрофы, например, да, были такие раввины, например, был раб Эханан Массерман, да, он, когда начальство нам, был в Америке, он вернулся в свою ешиву, вместе с ешивой, их убили нацисты, казнили его, там, ну, были такие люди, которые праведники, вообще, дети маленькие, да, тоже можно как раз ценить в разряде праведников, они не делали зла, на них нету никакого зла, бывает, что дети страдают страшно, то есть, есть ситуации, когда, если человек уже взрослый, то тут сложно судить, потому что, мы учили, в этой же главе, было написано, что нету праведника, в седьмой главе, нету праведника на земле, который бы делал бы добро и не согрешил, то есть, если мы возьмем любого праведника, взрослого, то где-то как-то можно сказать, что вот он согрешил, и Всевышний, так как он праведник, то он с ним сразу спрашивает, потому что так работает система, со злодеем, Всевышний ждет, пока злодей справится, а праведник, он и так праведник, значит, он где-то нарушил, ну, сразу, бах, какая-то проблема, тут нарушил, там проблема, у него и так уже личная жизнь будет, полного удовольствия, ему здесь надо чуть-чуть исправить, какие-то ненцы, теперь он говорит, так что, как с этим быть, что есть, есть такое явление, действительно, оно встречается, он говорит, это все, сказал, сказал я себе, что это все пар, он говорит, не парься по этому поводу, да, то есть, ты можешь, конечно, подумать, а вот, вот тут вот есть вот этот нюансик, и зацепиться за него, и сказать, все, теперь я не буду, значит, ничего соблюдать, учиться не буду, все, начинаю бухать, есть, нет, не парься, он говорит, это парь, бывают вещи, которые ты не понимаешь, бывают, но, говорит, что делать, 15 отрывок, он говорит, то, что ты не понимаешь, но не понимает, но бывает, что не понимаешь, 15 отрывок, шибавки, они это семка, И он говорит, я прославлял радость. Все, вот это вот объективно. То есть выстроил себе модель. Он говорит, точно я тебе говорю, за добро есть награда, за зло есть наказание. И в большинстве случаев ты видишь это прямым текстом. Не зря в тюрьмах сидят, миллионы людей сидят в тюрьмах. То есть есть наказание за преступление. Есть оно. Бывает, что человек раз, или там человек нарушает правила дорожного движения. Простой пример. Вот он нарушает, нарушает, нарушает. Теперь, сейчас все больше камер везде, полиции. И штраф, штраф, штраф. Забрали права, авария. То есть он может какое-то время проскакивать, нарушая законы. Но в итоге все равно добро побеждает, закон побеждает. И поэтому, поэтому все-таки это как бы аксиома. Теперь он говорит так. Что делать в этом мире? В Ишибахте, а не это семка. Он говорит, я прославлял радость. То есть, помните, было у нас, в день хороший радуйся. Потому что радость, она является то, ради чего, в принципе, люди живут. Люди хотят радоваться. Значит, прославлял я радость. Ашер энтов ли адам тахаташемеш. Потому что нет другого добра для человека под солнцем. Ти им лейхоль. А только кушать. Вели что? Вели смо. Кушать, пить и радоваться. Значит, кушать, говорит нам Рафзанер Хоин, что кушать имеется в виду не обжираться. Да? А он так объясняет нам. Значит, прославлял я радость. Чтобы радовался человек своему делу и своим делам добрым, хорошим. И не занимался вот этими, не занимался вот этими, а почему так, а почему так, а вот тут не сходится, а тут плохо, а может будет плохо. Вот чтобы он не лез, сам себе не выдумывал проблем. Ашер мы этим, юто, рак, бенадам, энбе, адоле, рот, эт, коль, праде. Потому что должен он понять, что мы просто люди. И не видим мы всех деталей. И не понимаем мы того, что вокруг происходит. Не понимаем мы, почему Эйцадий, которому плохо, и злодей, которому хорошо. И мы, то есть нужно признать, что мы много вещей не понимаем. Поэтому нету другого, и должен человек знать, ашер эн, тоб ли адам, нету другого добра для человека, пока он живет в этом мире под солнцем. А только кушать, он пишет, ми лахма шин тура, от хлеба торе. То есть кушать имеется ввиду пища не материальная, как он пишет, а духовная. Но я думаю, что материальная тоже. Вы лишь тот, ми яйно шин тура, лишь тот пить вино торе, это имеется ввиду изучать тайны торе. Есть просто тора, а есть тайны торы, которые, вау, иногда дыхание перехватывают. Вот из всего, что мы сейчас учили в Каэрике, у меня был самый яркий момент, это когда он объяснял Адам и Хатмейль в Мацате. Человека одного из тысячи нашел я, Иша Николь Элэль в Мацате. Женщину из всех этих не нашел я. И когда я узнал вот через этот комментарий, что Адам это был первый человек, они созданы были вместе, как одно целое, потом разделены, потом, значит, человек становится человеком, когда соединяется, там все. То есть это называется вино торе, когда ты узнаешь какие-то такие глубокие, красивые штуки, которые вызывают восхищение, интеллектуальное восхищение. Это как вино торе называется, а хлеб торе, это когда ты выучил правильные вещи и действуешь правильно, и у тебя все получается. Так это шемеш, значит, выли смог быть и не оно рухани. Значит, еще раз давайте прочтем вот этот отрывок. Прославлял я радость, потому что нету другого добра для человека под солнцем, а только кушать, пить и радоваться. И это то, что его сопровождает в его труде напряженном, в средней жизни его, который дал ему всесильный под солнцем. То есть живешь, кушаешь, работаешь под солнцем, радуйся. Значит, потому что нет смысла никакого, ну а чем еще заниматься, чего грустить. Теперь, если тебе грустно, тогда ставишь цели, учишься, учишься как не грустить. Два варианта. Или ты меняешь ситуацию, и ты загоняешь ситуацию, прогибаешь мир под свою идею, как он должен идти. И радуйся, что ты прогнул мир под свою идею. Это первый тяжелый вариант, которым занимается большинство людей. Второй вариант, это ты работаешь со своим мышлением, со своим восприятием. Меня восприятие. И учишься радоваться. Я вот сейчас научился когда радоваться, раньше не умел радоваться. А сейчас научился, я из дома выхожу, я по каместь, вот там пять минут выхожу, и природа, и листики, и запахи, и птички летают, и облачка летают, и цветочки вокруг. И то дождь, тоже прикольно. Дождь, запах дождя, это самый вот мой любимый запах. А потом нет дождя, тоже прикольно. То есть, когда ты учишься работать со своим восприятием, и учишься радоваться тому, что есть своему уделу, то есть у каждого есть какое-то свое удел, и есть чему радоваться, то, конечно, это намного проще, чем постоянно прогибать мир. Выбегаешь из дома, бежишь, думаешь, все, я сейчас там тут заставлю, там заставлю, тут продам, тут то, тут все. То есть, когда твое счастье связано с продебанием мира, с заставлением других людей, с контролем над другими людьми, то, конечно, тяжело быть счастливым. Но если твое счастье связано с восприятием, то радоваться достаточно просто. И это то, чем надо заниматься в этом мире, но при этом не забывать, что если ты делаешь то, что Бог назвал добром, тебе положена и в этом мире награда, и в духовном. Если ты делаешь то, что называется зло, то тогда и в этом мире есть отдача, и в духовном мире еще хуже. И, значит, 31 урок в книге Happiness, Free Upgrades for Your Brain. Он говорит, у нас у всех есть возможность бесплатно, сейчас же мы учимся это бесплатно, изучаем самую великую мудрость, которая есть в мире. Он говорит, делай апгрейды своего брейна. Делай апгрейд – это обновление, усовершенствование своего мозга. Он говорит такую вещь, что когда ты где-то в чем-то усовершенствовал свой мозг в любом контексте, да, например, там, изучил что-то Торы, то тогда ты можешь проапгрейдить автоматически все контексты твоей жизни. Значит, что имеется в виду? Мозг человека, мы живем в своем мозге, мы не живем в мире, мы живем в мозге, и этот мозг, он работает на базе тех знаний, которые мы когда-то получили, тех схем, к которым мы привыкли, восприятие мира, реакции, какие-то рефлексы, есть безусловные рефлексы, условные рефлексы, есть способы мышления, убеждения, ценности и так далее. Все это, все это, как бы, составляет систему восприятия мира, но по большому счету это не восприятие мира, это создание мира, то есть мы воспринимаем из внешнего мира сигналы, а потом на базе своего мозга, да, интеллекта, мы эти сигналы обрабатываем и создаем. Каждый создает свою модель мира, в которой потом выживет. Вот, теперь, когда ты постоянно апгрейдишь свой брейн, свой мозг, ты постоянно его усовершенствуешь, то меняется вся модель мира, то есть ты его усовершенствовал в одном, привел какую-то одну деталь, одну программу мозга, ты ее усовершенствовал, она же связана со всем остальным. И, значит, твои взаимоотношения с собой, их надо проапгрейдить. То есть как ты вообще с собой разговариваешь, любишь ли ты себя, принимаешь ли ты себя, насколько вообще ты с собой споришь, насколько ты с собой согласен. Здесь люди, они с собой все время не согласны. С собой не согласен, с другими не согласен, да. Дальше. Он говорит, простая одна идея, что каждый апгрейд моего мозга теперь дает мне возможность изменить всю мою жизнь. Этот подход, это одно убеждение, оно открывает человеку совершенно новый мир, он становится просто другой человек, да. Значит, ну вот я последнее прочту, он говорит так. Теперь, когда ты интегрируешь свой мозг, позитивные паттерны, да, способы мышления, качества, атрибюты какие-то, эмоции, эмоции, реакции, рефреймы, да, то есть ты как бы меняешь восприятие чего-то, да. You are upgrading your brain. Ты каждый раз, когда ты приобретаешь какое-то новое убеждение, новое знание, ты совершенствуешь свой мозг. And all this will become part of your identity. И каждая новая мысль, убеждение становится частью твоей идентичности. And everyday reality when you allow it to. И твоей ежедневной реальности, когда ты разрешаешь, это мог быть. Значит, что имеется в виду? То есть то, что человек в любом возрасте может учиться, и то, что мы учимся, это меняет идентичность человека, и меняет его внутреннее состояние, и, естественно, меняет весь мир, в котором он живет. Потому что мы живем, опять же, еще раз повторю, не в мире, мы живем в сигналах из внешнего мира, которые мы обрабатываем внутри себя. Вчера мне кто-то задал вопрос, а вот как быть с негативными людьми, которые вот очень негативные люди, которые тебя, значит, выбивают, негативные люди? И ответ был такой, что не негативные люди тебя выбивают, тебя выбивает твое отношение к негативным людям. То есть если у тебя есть внутри целый набор программ, что если есть что-то негативное, и оно тебя цепляет, оно тебя цепляет, и потом ты как репейник за это цепляешься своим мышлением, и варишь, и продолжаешь себя ранить, то есть негативный человек там ушел уже куда-то, да, шел какой-то псих, сказал что-то плохое, человек схватил это плохое, как репейник, и дальше себя сутки царапает, мне кто-то что-то плохое сказал, так это не он уже, это ты сам, то есть, поэтому в общении с негативными людьми нужно выработать, я так думаю, первое, это умение отцепляться и не воспринимать этот негатив, то есть умение, знаете, как с гуся вода, значит, стать гусям, а негатив это вода, чтобы этот негатив, он шел мимо вас вообще полностью, то есть вообще, вас нету, как, кстати, что он говорит, если ты слышишь, как раб твой тебя проклинает, так не обращай внимания, сам ты сколько раз других проклинал, то есть, как уже это делать, это уже техника, но первое, нужно научиться не брать это в себя, не нести это, а если люди накапливают этот негатив, и годами его носят, десятилетиями, мне когда-то кто-то сказал, что у меня слуха нету, ну, мало ли, сказал Мазал, может, он не знает само, что у него слуха нету, все, человек поверил в какую-то идею, уже это не он негативщик, ты сам негативщик, вот, поэтому, надо апгрейдить мозг, чем мы сейчас, в общем-то, успешно и занимаемся, все, спасибо вам большое, за то, что вы приходите на вороте, напишите, пожалуйста, свои инсайты, как апгрейдить инсайт, когда вы что-то поняли, записали, повторили, сказали, повторили, сказали, повторили, 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 всем приглашаю в Академию Счастья, там я собрал, как раз 50 видеоуроков, как апгрейдить мозг, в направлении счастья, я считаю, что это лучшее, что я даже создавал, в всяком случае, я сейчас счастлив, 99% времени, благодаря этой программе, и спасибо Всевышнему, за то, что есть у нас возможность, делиться, делиться знаниями, и включаем вместе свет, зажигаем, значит, делитесь, пожалуйста, уроками Вайкра, подпишитесь на все, на все наши платформы, и удачи, успехов, всем хорошим, добрым людям, удачи и успехов, все, наблюдаем, запасаемся попкорном, кто же выиграет, сейчас очень судьбоносная в мире, какая-то история, кто выиграет, и никто не знает, мы верим, что все к лучшему, все, что происходит, все к лучшему, потому что Всевышний делает, все к лучшему, все, удачи, успехов, до завтра, завтра мы узнаем, кто будет следующим, президентом США, все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...